Я люблю Сочи. День города начали отмечать массовым флэш-мобом на площади флага. Школьники и студенты, педагоги и волонтеры признавались в любви родному городу в танце и песне. А вот так встречали гостей на площади Южного Мола. Ансамбль Шапсуги устроил настоящий концерт. Танцевали сами и приглашали желающих. В одном кругу – адыги, армяне, русские и даже гости из далеких стран. Праздник объединил всех. На площади Южного Мола развернулся большой фестиваль «Эд» на Сочи. Цель фестиваля – рассказать о Сочи во всем его национальном многообразии. Больше десятка общин курорта подготовили для сочинцев и гостей большую выставку, рассказывающую о культуре и традициях народов, в которых в Сочи проживает более сотни. Кыргызы, например, показали гостям фестиваля, как в их стране принимают пищу. Гостей приглашали вот за такой стол с традиционными угощениями. Все это находилось в юрте. Люди сидели за столом низко. Это вот наши национальные бурсоки, лепешечки, слоеные плов. Рассказали гостям фестиваля о народных ремеслах. Вот так, например, ткут фитогобелен из кавказских лекарственных трав. Станок в Сочи привез Василий Филимонов из Лобинска. По всей России и по всему Кавказу это. Висит на стенке зимой и дает воспоминания о лете. А на сцене в это время большой галоконцерт творческих коллективов города. Глава Сочи вручил активным горожанам знаки, признание и почет сочинцев за участие в общественной жизни города. У нас есть чем гордиться, есть чему радоваться. Но, конечно, мы ставим перед собой новые рубежи, новые задачи. Мы хотим, чтобы продолжалось благоустройство города, чтобы строились школы, спортивные школы. Ну и, конечно, мы хотим, чтобы в нашем городе жили счастливые люди. День города отметился и очередным для курорта рекордом. Сочи со 180-летием поздравляли не традиционным праздничным тортом, а гигантской пиццей. Только муки для ее приготовления понадобилось 10 килограммов. Общий вес угощения – 25 кило. Размер – 2 на 3 метра. Пиццу разрезали на много маленьких кусочков, чтобы праздничное угощение смогли попробовать как можно больше горожан. А ближе к вечеру сочинцы и гости города переместились на театральную площадь. Здесь прошло лазерное шоу. Здание зимнего театра превратилось в большой календарь культурных и спортивных событий, которых курорт ежегодно принимает более трех сотен. Главный праздник Сочи – День города – отметили во всех районах. В городе прошло 70 крупных мероприятий, участие в которых приняли более 25 тысяч гостей и жителей. Праздник получился не только ярким, но и безопасным. Порядок на улицах Сочи охраняли более 250 полицейских и сотня казаков. Ну а завершилось празднование юбилея большим праздничным салютом. Город Сочи отметил 180 лет и смело шагнул к новым достижениям и новым вершинам.